Рабочий поселок советской эпохи Рожденный в СССР 1926 год Именно тогда известному ленинградскому архитектору Мою Абрамовичу Троцкому Партия поручила в одном месте построить в комплексе Завод и рабочий поселок Что архитектор благодаря своей гениальной мысли И работе с соратниками и воплотил в жизнь То есть завод перепрофилирован Но работают до сих пор А дома, хотя утратили В большой степени они утратили свой исторический облик Но люди еще пока здесь живут Хотя программой переселения из ветхого и аварийного жилья Планируется, что постепенно вот эти дома будут выведены Из Шинбурга Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень понравилась непосредственность этого производства Где все опасные механизмы Отсеки, технологии и всякие станки Они все полностью открыты То есть хочешь хватать руками раскаленную бутылку У тебя в принципе от этого ничего не удерживает И еще перед ней такой на металлическом листе скользкий масляный пол Один неверный шаг и ты прям хуяк в эту линию прям башкой И в общем здесь никак на Северстале, короче, с безопасностью Так, это вот вам колбаса Колбаса и сосиски Ой, а я покупаю такую колбасу, кстати И очень ее кушают Даже ребенок у меня четырехлетний А пока я, ну, аливерты А это обмен опытом? Это вот Иван-чай из другой области? Ну, в смысле, из другого района? Слушайте, ну мне на самом деле было жалко отдавать Иван-чай Но это-то не записывайте Я просто, он, вы знаете, что он мощный антисептик И ребенку я, ребенок у меня пьет его Вот, а вы теперь будете такой Мы вам не обманчиваем, не обманчиваем Это в соседнем городе делали Слушайте, ну это уже лишний Нет, не лишний Это все наши партнеры, они поддерживают экспедицию Слушайте, ну спасибо большущее Я хочу подарить вам звезду Да и лучше подарка не сыщешь Даже если однажды уйду Она будет с тобой дружащей Пусть звезда спасает пути в делах, в творчестве, в увлечении Всего вам доброго Всем большое Спасибо